Здравствуйте, вы на канале девайс и сегодня у нас видеокарта от компании Gigabyte модель Aorus GeForce RTX 2080 8G и она же в версии Extreme. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту, подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. Если посмотреть на характеристики, то разницы в объеме памяти и ее типе нет. В обоих версиях 8 Gigabyte GDDR6, а вот частота ядра имеет небольшие отличия. В обычной версии 1845 МГц, а в версии Extreme 1890 МГц. Интерфейс памяти 256 бит в обоих случаях, как и CUDA ядер 2944 будет одинаковым для этих версий. Подсистема питания графической платы организована по схеме 12 плюс 2 фазы с целью создать благоприятный температурный режим для работы ключевых компонентов, защитить их от перегрева и сформировать сбалансированную нагрузку на каждый полевой транзистор, сертифицированный в рамках концепции ультра-дьюрабл дроссели и конденсаторы. Все новые продукты обеспечивают отличную производительность на фоне продолжительного срока службы изделия. Благодаря технологии NVIDIA NVLink и NVIDIA SLI, которая позволяет объединить ресурсы двух графических плат на базе идентичных GP GeForce RTX с помощью перемычки NVLink Bridge, энтузиасты получают отличную возможность приобрести уникальный опыт, задействовать режим 4К в играх и оценить преимущество новых продуктов на примере VR-приложений. Внешний вид и размер видеокарт не имеет отличий. Размер карты по высоте 13 см, длина 29 см, ширина 3 слота. На видеокарте присутствуют три разъема DisplayPort, три HDMI и один USB Type-C. Карты требуют дополнительного питания 8 плюс 8 пин. Блок питания рекомендует минимум на 650 Вт. Надлежащее охлаждение реализовано не только для графического процессора, но также для видеопамяти и подсистемы питания. Таким образом обеспечивается стабильность работы изделия в любом режиме, включая разгон и продолжительный срок службы. Три работающих в стеке 100-мм вентилятора накрывают большую часть поверхности радиатора и способны организовать оптимальное распределение потоков, эффективно охлаждая все ключевые зоны. В отличие от решения на базе трех типовых вентиляторов, вентиляторы стека Windforce обеспечивают наилучшие параметры охлаждения. Уникальная технология Gigabyte Alternate Spinning позволяет оптимальным образом распределять турбулентные потоки применительно к системе охлаждения на базе трех вентиляторов. Самая большая проблема подобных систем – турбулентность. В том случае, если направление вращения вентиляторов совпадает, велика вероятность возникновения турбулентных потоков, завихрений воздушных масс между соседними вентиляторами, которые снижают эффективность расчетной схемы теплоотвода. Инженеры Gigabyte предложили оригинальный вариант взаимодействия трех вентиляторов, когда центральный вентилятор вращается в альтернативном направлении. Таким образом удается оптимизировать распределение воздушных потоков между вентиляторами и значительно снизить негативный эффект от турбулентности. Средствами технологии 3D Active организована полупассивная схема охлаждения. Вентиляторы остаются выключенными, когда ГП находится в состоянии пониженной загрузки, обслуживая нересурсоемкие приложения. Благодаря 3D Active поклонники компьютерных игр могут сосредоточиться на игровом процессе, поскольку шум от работающей системы охлаждения графической платы полностью отсутствует. На торце видеокарты расположен индикатор работы вентилятора. Два шарика подшипника в составе конструктива каждого вентилятора обеспечивают продолжительный срок службы этих компонентов и безотказную работу системы охлаждения графической платы в целом. Основу конструктива системы охлаждения составляет выполненный из алюминиевого сплава радиатор с тепловыми трубками и медной вставкой, которая соприкасается непосредственно с кристаллом ГП. Эффективное охлаждение видео ОЗУ реализовано средствами металлической пластины значительных размеров, которая через термопрокладки примыкает к микросхемам памяти. Композитные тепловые трубки сочетают собственную высокую теплопроводность с эффектом фазового перехода, и эта комбинация позволяет обеспечить высокоэффективное охлаждение. В отличие от типовых моделей с пятью видеовыходами, ОРУС предлагает платы, оснащенные в общей сложности семью разъемами для подключения устройств отображения визуальной информации. Благодаря двум дополнительным портам HDMI интерфейса перечень доступных вариантов подключения значительно расширяется. Графические платы ОРУС выгодно отличают превосходное качество. Оригинальная схема техника и высококлассная элементная база позволяют раскрыть потенциал ГП в полном объеме и обеспечивают стабильную работу на протяжении всего периода эксплуатации изделия. Стильная металлическая пластина черного цвета на тыльной стороне печатной платы обеспечивает надежную защиту и прочность изделия. Особое покрытие защищает изделие от пыли, повреждений в результате попадания сторонних предметов, насекомых, крепежных элементов, стружки, а также предохраняет поверхность платы от истирания. Влагозащитное покрытие предназначено для защиты установленных на плате компонентов от воздействия жидкостной среды. Антикоррозийное покрытие призвано защитить графическую плату от негативного воздействия агрессивных сред, в частности кислотные и щелочные растворы, повышенная влажность и коррозии, под влиянием совокупности неблагоприятных факторов. Контролируйте напряжение питания по линиям PCI-Express благодаря интеллектуальным светодиодным индикаторам. В случае обнаружения проблемы, связанной с питанием, индикатор будет оповещать о неисправности особым образом. Полностью автоматизированный производственный процесс гарантирует высокое качество печатных плат и устраняет возможность возникновения острых выступов разъемов для пайки, которые находятся на поверхности печатной платы. Продуманная конструкция предотвращает ваши руки от порезов или непреднамеренных повреждений компонентов при создании системы. Орус Энджин. Изменение частоты ГП и видео ОЗУ, мониторинг напряжения питания, выбор оптимального режима работы вентиляторов системы охлаждения, настройка ключевых параметров графической платы, исходя из предпочтений пользователя – все это легко реализуется средствами интуитивно понятного интерфейса Орус Энджин. Я почитал отзывы в интернете пользователей этой карты и сейчас расскажу вам, о чем пишут владельцы. Начнем с негатива. Система охлаждения не супер. Трассировка лучей убивает всю производительность. Не самое удобное фирменное ПО. Тяжелое. Качество сборки не самое для топовой видеокарты. Дороговато. Нет кнопки отключить подсветку. Карта толстая. Комплектация никакая. Но безусловно есть много и положительных отзывов, сейчас расскажу. Производительная. Хорошие частоты с завода. 4 года гарантии. Крутая RGB подсветка. Карта очень тихая. Самая красивая карта линейки RTX. Отличная система питания. Невысокие температуры и в стоке и в бусте. Целых 7 видеовыходов. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео напишите свой отзыв о ней. А в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Девайс. Скоро увидимся.